Когда это варенье остынет, оно еще будет намного гуще. Друзья, всем привет! Сегодня у меня идет переработка яблок. Это яблоки домашние, из-под деревца меня угостили, поэтому мне нужно их переработать, чтобы они не пропали. Я буду готовить яблочное пюре. Яблочное пюре это очень вкусно и совсем почти без сахара. Я, может, буду добавлять, может быть, только одну-две столовые ложки сахара. Эти яблоки я буду пропускать на пюрешку вместе с кожицей. Если вы будете готовить по этому рецепту, и у вас яблоки магазинные, покупные, они покрытые, может быть, они покрытые ваксой, то ваксу нужно убрать или очистить кожуру. Если вы не будете очищать кожуру, то эти яблоки нужно залить горячей водой, оставить на секунд 30, а потом каждое яблоко нужно полотенцем протереть, то есть снять эту ваксу и потом уже дальше перерабатывать на пюрешку. Свои яблоки я их хорошо помою, удалю вот эти вот все порченные места и удалю сердцевину и порежу на мелкий кубик. Порезала я яблоки вот на такие вот кубики. Добавляю холодной воды. Здесь у меня примерно 270 мл воды. Яблок чистого веса у меня 3 кг. Закрываю крышкой и буду доводить до кипения. Как только яблоки у меня хорошо закипят, я убавлю газ ниже среднего и под закрытой крышкой, но оставлю небольшое отверстие, буду варить 20 минут. Время от времени их нужно хорошо помешивать, чтобы они не подгорели. Теперь мне понадобится погружной блендер, либо можно использовать обыкновенный блендер. Этим блендером я буду взбивать примерно 3-4 минуты. Нужно превратить эти яблочки в пюре. Смотрите, какое получается пюре. Оно горячее и густое, но когда остынет, оно еще станет гуще. В это яблочное пюре я добавлю 1 столовую ложку сахара. Это у меня тростниковый сахар, темный. Если у вас яблоки сильно сладкие, можно и не добавлять сахар. У меня они сладкие, но я все равно добавлю 1 столовую ложечку тростникового сахара. Лимонный сок нужно определять, насколько у вас кислые яблоки. У меня не совсем они кислые, поэтому я немного добавлю лимонного сока. Ну и, конечно, я добавлю корицу. Хорошо нужно перемешать. Закрываю крышкой и на медленном огне я буду кипятить 10 минут с момента закипания. Крышку нужно держать всегда закрытой, иначе будет весь потолок в этом яблочном пюре. И во время этой варки нужно несколько раз помешать, чтобы пюрешка не пригорела. Остается это варенье теперь только разлить по стерилизованным банкам и закрыть стерилизованными крышечками. Остается пожелать только всем приятного, приятного чая питья. И кто был со мной, всем огромное спасибо. А с вами была Оля. И до новых встреч, до новых видео. Всем пока-пока.